Космический телескоп Хаббл недавно открыл великолепные сегменты туманности Вуаль, рассеянные останки сверхновой, взорвавшейся примерно 5-10 тысяч лет назад. Новые изображения от Хаббла предоставляют красивые виды тонкой и изящной туманности, итога этого космического катаклизма. Это Хабблкаст. Новости и изображения от телескопа Хаббл агентства НАСА ИСА. Путешествие через время и пространство с нашим ведущим, доктор Джей А.К. Доктор Джулиску. Добро пожаловать в Хабблкаст. Сегодня мы рассмотрим одно из наиболее неистовых событий во Вселенной. Взрыв сверхновой. Эти обломки одного из космических взрывов, которые мы можем видеть в удивительных деталях на этих совершенно новых снимках космического телескопа Хаббл. Хотя обычно мы не думаем об этом. Звезды, мерцающие на ночном небе, не будут светить вечно. Сколько звезда проживет, зависит от того, насколько она велика и тяжела. Чем тяжелее звезда, тем короче ее жизнь. Звезда светит потому, что в ее центре горит ядерный огонь. Когда звезда значительно тяжелее Солнца вырабатывает свое ядерное топливо, она сначала сжимается, а потом разрывает себя на части в гигантском взрыве, который называют сверхновой. Сверхновая высвобождает настолько много света, что он может затмить все звезды галактики. Взрыв освобождает огромный пузырь в окружающее пространство, и на периферии этого пузыря мы найдем настоящие осколки звезды, так же как и материал, сметаемый ударной волной. Это как раз светящаяся красочная оболочка газа, которую мы видим как туманность, и что астрономы называют останками сверхновой. Теперь останки могут оставаться видимыми еще долгое время после того, как взрыв рассеется. Астрономы направили Хаббл на созвездие Лебедь, чтобы наблюдать туманность Вуаль в его крыле. Расположенная на расстоянии полторы тысячи световых лет от Земли, Вуаль, называемая также петля Лебедя, является одним из наиболее зрелищных останков сверхновой на небе. Вся оболочка занимает примерно 3 градуса, что соответствует шести дискам полной Луны. Одна из наиболее замечательных частей туманности называется «Метла ведьмы». Ярко-голубая звезда, двойная 52 лебедя, не имеет отношения к взрыву сверхновой. Она видна невооруженным глазом в ясные летние ночи. Небольшие области на новых снимках Хаббла дают восхитительные крупные планы Вуали. Очаровательные кольца газа, похожие на кольца дыма, это все, что осталось вместо звезды Млечного Пути. Ученые предполагают, что взрыв сверхновой произошел примерно 5-10 тысяч лет назад. Это значит, что его могли видеть и описать древние цивилизации. Что они могли бы увидеть, так это звезда, увеличивающая свою яркость до яркости серпа Луны. Переплетенные, похожие на веревки, волокна газа в туманности Вуаль – результат высвобождения огромной энергии, как быстродвижущихся осколков взрыва, которые пронизывали окружающее пространство и создавали фронт волны. Этот фронт, представляющий собой осколки, летящие со скоростью 600 тысяч километров в час, нагревал газ до миллионов градусов. Постепенное охлаждение этого материала и произвело эти великолепные цветные отблески. Изображения туманности Вуаль, полученные Хабблом, – это выдающиеся примеры того, как процессы, которые происходят на расстоянии в сотни световых лет от нас, могут иногда напоминать явления, которые происходят вокруг нас каждый день. Есть некоторые сходства с теми играми света и тени на дне бассейна, поднимающимся дымом или тонкими перистыми облаками. Так почему астрономы так заинтересованы в изучении сверхновых и их останков? Причина в том, что они исключительно важны для понимания истории нашего Млечного Пути. Хотя в течение века всего несколько звезд нашей галактики заканчивают свою жизнь таким зрелищным образом, эти взрывы более или менее напрямую ответственны за создание всех элементов тяжелее железа в нашей Вселенной. Например, вся медь, ртуть, золото, йод, свинец, которые мы встречаем на Земле сейчас, ковались в этих сильнейших взрывах миллиарды лет назад. Расширяющиеся оболочки остатков сверхновых постепенно перемешивались с другим материалом Млечного Пути и становились сырым материалом новых поколений звезд и планет, включая нашу Солнечную систему. Так, химические элементы, составляющие планеты, Землю, растения и животных вокруг нас, так же, как и нас самих, были созданы глубоко внутри древних звезд и при взрывах сверхновых. Так что зеленый в траве и красный в нашей крови в действительности, это цвета звездной пыли. Это доктор Джей, и я завершаю Хабблкаст. И снова природа удивила нас больше, чем наше самое смелое воображение. Субтитры создавал DimaTorzok